Здравствуйте! Сегодняшняя лекция подпишется к гриже живота и ее осложнения. История гернеологии. Клавдий Гален, основатель экспериментальной физиологии, анатом, хирург. До 14 века рукопицы Галена оставались единственным пособием по гернеологии. Он же сказал, я вводил за руки многих хирургов, не знающих анатомию, дабы защитить их от позора. Корнеэлуц Цельс впервые в медицине предложил термин гернеоз, который переводится как грижа. Область, изучающая грижи живота, называется гернеологией. Он же впервые предложил метод транслюминальной диагностики для дифференциации ущемленной грижи от водянки яичка, который до сих пор не теряет своей ценности в области диагностики. Если обратите внимание, по эпизоду истории гернеологии, в то время специалисты или же лекары, которые занимаются грижей, они больше старались править грижу консервативным путем. В грижи сечении в доантисептическом периоде занимались хильные лекары, или же называли их грижи секи. В те годы эти специалисты выполняли колечащие операции без никаких анестезии или обезболивания. Во многих странах грижи сечение было запрещено, потому что в то время грижи сечение выполняли тем образом, что где имеется грижевое выпячивание, удаляли или же иссякали со всеми ближайшими мягкими тканями или же органами. И, возможно, были повреждены другие органы, которые являются содержимым грижевого мышка, который в дальнейшем дает грозные осложнения или же летальный исход. Теодор Белерот, известный ученый, он же сказал, если можно было бы создать искусственную ткань по плотности, которая бы не уступала апоневрозу, вопрос радикального лечения гриж был бы решен. Он же занимается грижевением, и были трудности закрыть после пластики, где имеется большой дефект, где после рецидивных операций. И в этой сложности он сказал, что если бы был такой материал, который способствует апоневрозу и занимает апоневрозу, можно было бы решить этот вопрос, который в данное время является решенными. У нас имеются имплантаты, которые полностью являются альтернативой апоневроза. Грижи живота. Это выхождение внутренних органов через естественные или же патологические отверстия на передней брюшной стенке, подкожной жировой клетчатке или же другие полости покрытия паритальной брюшины. Значит, если в грыжевом впячивании не имеется паритальная брюшина, это не является грижей. В выхождении внутренних органов без паритальной брюшины через брюшной стенки называется эвентрацией. Это больше встречается в послеоперационном периоде или же во время проникающего ранения передней брюшной стенки. Имеются элементы грижи. Для того, чтобы назвать грижи, должны быть четыре элемента. Это грижевые ворота, грижевые содержимые, грижевой мешок и грижевые оболочки. Грижевым содержимым может быть мобильные органы брюшной полости или же немобильные органы. Скользящие грижи. Это грижи, в которых одной из стенок грижевого мешка является органом частичного покрытия брюшиней или же немобильные органы. Мочевой пузырь, восходящая или нисходящая кишка, ободочная кишка, когда содержимым этих органов, являются эти органы, эта грижа называется скользящими. Если обратим внимание к частоте являемости грижи, грижа до одного года встречается больше. И именно при возрасте, где больше занимается физической нагрузкой, частота являемости грижи тоже нарастает. И в старческом возрасте, до одного года и в старческом возрасте, возможно, будет связано с атрофией или же недостаточностью мышечно-апоневротических структур. И частота явления различных видов гриж. В этом привлекают паховые грижи. Среди других гриж паховые грижи занимают больше 60%. Факторы происхождения грижи делятся на две – местные и общие. Местные – особенности анатомического строения области выхода грижи. Паховый канал, белолинеживатая, упочеченное колцо и другие области. И общие, производящие, предрасполагающие. Производящие факторы. Факторы, повышающие пундрубушное давление. Запоры, длительный кашель при заболевании дыхательных путей, тяжелый физический труд, трудные роды или же большие плода, затрудненное мочеспускание при заболевании мочеспускательного тракта, структура аденома, уретрия аденома председательной железы, которые приводят к повышению пундрубушное давление. И предрасполагающие факторы образования гриж живота. Это наследственность. Значит, возможно, передается генетическим факторами. Возраст. Как мы в частности показали, детский возраст и пожилой возраст являются предрасполагающими факторами к образованию грижи. Пол. У женщин больше, за счет широкой таз, больше встречается бедренная грижа. И за счет пахового канала встречается паховая грижа у мужчин больше, чем у женщин. Особенности телосложнений. Быстрое похудение тоже приводит к образованию гриж живота. Частые роды. Травмы передней буршной стенки. И паралич нервов. Общая классификация гриж. Грижи делятся на две типы. Наружные и внутренние. Наружные, которые выходят через передней буршной стенки в подкожную жировую клетчатку. Внутренние из одной полости или же одного органа в другую. К примеру, диафрагмальная грижа. То есть, выхождение желудок или же кишечника через пищеводное отверстие диафрагмы в плевральную полость является примером для внутренней грижи живота. По происхождению. Врожденные или же приобретенные. По анатомическому расположению. Паховые, бедренные, белые линии живота и пупочные. То есть, где располагается грижа по животу. По клиническому течению. Неосложненные и осложненные. Мы в дальнейшем будем пересмотреть невправимые осложнения по простазу, ущемлению и воспалению. Основными жалобами грижи живота больных бывает наличие в пятен в области грижи, появляющиеся в вертикальном положении или при физической нагрузке, исчезающие в горизонтальном положении. Боль или же чувство дискомфорта в области грижи. Редко возможны диспертические явления. Тошнота, рвота или же запоры в вздутии живота. Специальным методом исследования гриж является определение симптома кашлевого тальчка. Симптом кашлевого тальчка при покашливании больного в палец следующего ощущает тальчки, впятивающиеся в брюшине и в прилежащих органах. Для этого мы в конце пальцев или же ладонь будем ставить в области ворот грижи, где мы хотим проверять, и в больную просим по кашле. За счет резкого повышения давления в грижной полости ощущается резкая тальчка из грижевого ворота внутренних органов. И этот симптом будет положительным при неосложненном виде грижи. Диагностика. Общеклинические анамнезы, жалобы, общелабораторные исследования, а также будем инструментальные исследования провести. Ультразвуковые, рентген, обзорная рентгеноскопия или рентгенография в органах в брюшной полости перед брюшной стенки. При сложных случаях или же у кого ожирение третьей-четвертой степени определит ворот грижи или же диаметр, размер грижи, содержимое грижи. В этом случае нам помогает мультисластная компьютерная томография для дифференциальной диагностики определения гриж живота. А также в некоторых случаях используем дуплексные сканирования. Больше у больных молодого возраста, у мужчин, дуплексные сканирования для определения состояния фестикулярных сосудов. Лечение грижи. Обязательным лечением является, то есть абсолютно является хирургическое лечение. У некоторых случаев мы будем консервативно вести этих больных. Консервативный метод это начание бандажа у грудных детей. Есть возможность, что до трех лет у больных, у новорожденных, возможно, у кого имеется грижевой печень, возможно, за счет разрастания мышчно-апаневротической структуры, возможно, закрывается грижевая ворота. Поэтому до трех, до пятых лет мы этим больным назначаем выжидательные тактики. В этот период, если будут наблюдаться осложнения в виде ущемлений и другие, будет лечить этих больных экстренным порядком. То есть экстренно будем провести операцию. А также у взрослых, если имеется противопоказание к хирургическому лечению, то есть тяжелое течение, тяжелая стадия сопутствующих патологов, которые являются противопоказанием к операции, в этом случае мы этим больным тоже назначаем консервативное или же назначение бандажа. Но в конечном итоге, после приема курса лечения, обязательно над этим больным рекомендуется провести плановое оперативное лечение. Отрицательные моменты нощения бандажа. Значит, имеются отрицательные моменты бандажа. Это атрофия ткани в брюшной стенке за счет длительного нощения бандажа, образование сращения между грыжевым мешком и содержимым, увеличение размера грыжевых ворот, а также мастерация кожи и неудобства. Стандартные этапы выполнения операций при грыжах. Это доступ. Значит, если вы обратите внимание, на слайде мы показываем доступ для паховой грыжи. Для паховой грыжи стандартный доступ является параллельный разрез кожи подкожной грыжевой клетчатки, по паховой клетчатке на сантиметр-два выше. Выделение следующего этапа грыжевого мешка от ближайших окружающих тканей. Следующим этапом является расширение грыжевых ворот для дальнейшего выполнения пластики. В этом случае мы можем увидеть расширение или рассечение апоневроза. Следующим этапом после выделения грыжевого мешка открывается паритальный лист брюшины и видится содержимым грыжевого мешка, вправляется в брюшную полость данной рисунки. И следующий этап – рассечение лишнего паритального листа брюшины, который не впаляет в свою функцию. Опасность при скользящей грыжи – это риск повреждения внутренних органов при вскрытии грыжевого мешка, где имеется, к примеру, сращение между паритальным брюшиной и грыжевого содержимого. Следующим этапом является пластик грыжевых ворот. По традиционной методике пластик выпаляется натяжным методом, то есть пластик вшивается окружающей ткани, выпаляются пластикой путем закрытия апоневрозы или же мышечной структуры. Дальше хирургическая анатомия передней брюшной стенки и паховых областей и грыжей. Если мы обратим паховую область, паховая область ограничивается снизу с паховой связкой. Дальше сверху проводимая линия от подвздошных кост до пупка и от пупка до оси с пупикой. Дальше паховый канал. Паховый канал значит имеет четыре стенки. Верхняя стенки – это конец внутренней и косых мышц передней брюшной стенки. Впереди закрывается апоневрозом наружной косой мышцы. Снизу пахового канала составляет паховая связка или же пупартовая связка по-другому. И сзади пахового канала, сзади стенки пахового канала является пасти поперечной мышцы живота. А также имеется внутреннее и наружное отверстие. Значит, внутреннего, значит, у мужчин выходит, по каналу вообще-то, проходит семенной канатика у женщин. Это кругляя связка матка в паховом канале. Также, значит, мы можем увидеть здесь, определить по традиционной классификации вы паховые грижи. Значит, по традиционной классификации различается косая, прямая, а также пахово-мошоночная грижа. И когда выход из внутренних отверстий, грыжевое выпячивание, это называется косая паховая грижа. А когда выходит через наружные отверстия, является прямым паховой грижей. Больше, значит, косые паховые грижи в дальнейшем переходит к пахово-мошоночной, то есть опускается до мошонка грижесодержима и берет название как пахово-мошоночная грижа. Здесь же мы можем отличать по критериям, какие бывают паховые, то есть какие бывают прямые, когда бывают косые. Косая паховая грижа встречается больше у молодых больных, а у взрослых больше, оказывается, встречается прямая грижа. Прямая грижа больше встречается с двух сторон, а паховая грижа, то есть косая грижа больше односторонная бывает. А также косая паховая грижа дает больше пахово-мошоночные грижи. А также можем различать по данной дуплексной сканировании. Значит, если медиально будут находиться, чем грыжевое содержимое, теменные сосуды, тогда и называются косые, когда находятся латерально, тогда называются прямые паховые грижи. А также здесь же можем сказать по пахово-мошоночной гриже. Делится, значит, пахово-мошоночная грижа, вообще-то различается, врожденные или же пробетанные. Когда содержимое гриж вместе яичка находится в одном оболочке, тогда называется врожденный. Если отдельно находится, имеется отдельная оболочка, то есть париэтальная грижа, содержимое грижевого мешка от яичка отдельно лежит, тогда и называется приобретением. По нюхусу имеется классификация паховых гриж. Значит, первый тип является косые грижи с внутренним паховым кольцом нормального размера, обычно встречается у детей, у молодых людей, а также называется канальная грижа, это тип грижа. Второй тип – это косые грижи, имеющие расширенные и смешанные внутренние паховые кольца, без впятивания задних стен к паховому канала. И третий тип разделяется на три группы. Третий тип – это все прямые грижи, вот здесь на этом слайде можете увидеть. И третий тип – это косые грижи с большим расширенным внутренним паховым кольцом, грижевой мешок часто находится в мошонке. Вот этот тип называется третий тип. Б-тип, а также бедренные грижи, ТТС-тип. Рецидивы четвертый тип – это все рецидивы, четвертые А – прямые, четвертые Б – косые, четвертые С – бедренные, и четвертые Д – сочетные рецидивирующие грижи. Значит, вообще-то пластики грижи делятся на три типа. По традиционному – это натяжные пластики, то есть в ближайших, закрывается грижевая ворота с помощью ближайших мягких структур передней брюшной стенки, а также имеется лапластики, где используется имплантат, сетчатый протез, по-другому называется. И третий тип пластики – это современные типы, это лапароскопические или же эндовизуальные герниопластики. По, значит, традиционному, традиционной пластике паховых грижи имеются в некоторых виде. Мы хотим показать два вида. Это пластик по-жиророскопскому с шивами кимбаровского, то есть здесь укрепляются передние стенки пахового канала через переднюю брушную стенку подвздошной области и есть укрепление задней стенки пахового канала, это по пастемскому. Оба пластики имеются показания и противопоказания. Если у молодых больных пластикой проводится по жиророскопскому с шивами кимбаровскому, то у взрослых больше принимается пластикой по пастемскому. Потому что при укреплении задней стенки пахового канала семенной канатик оставляется в подкозжировой клетчатке, в дальнейшем, который, возможно, проводит облитерацию семенного канатика, который приводит к бесплодию в дальнейшем. Поэтому эта пластика назначается больше взрослым поколением. Следующий тип, это, значит, принимается в этот вид операции лапротез. Эту операцию первой разработал ученый Лехтенштейн, и поэтому называется операция Лехтенштейна. Точно так же, как и традиционный вид пластики, но здесь, значит, до ушивания апоневроза, после выделения грыж, оставляется сетчатый имплантат и зашивается по краям апоневроза, и дальнейшее, возможно, и до апоневроза, или же после апоневроза оставляется в сетку. В этом случае, значит, под апоневрозом оставили сетку и ушили апоневроз. Следующий еще есть бесчевный граньопластик по ТРАБУКО. ТРАБУКО разработал, поэтому название идет ТРАБУКО. ТРАБУКО, значит, специальный протез, имплантат рассекает вот кольцевидный, круглый, и имеется кольцевидное отверстие, где надевается семенной канатик, и внутреннее кольцо, внутреннее кольцо оставляется вот этот кусок аллопротеза. Следующим способом, то есть современным способом грыж-сечения являются эндовизуальные лапароскопические методы. Имеется три вида лапароскопических грыж-сечений. Это трансабдоминальная, перитональная герниопластика, также тотал-экстраперитональная, то есть полосы внебрюшенные, и АйПОМ-технология, интераперитональная он-ли-меш, это тоже один вид трансабдоминальных герниопластик. В данном случае трансабдоминальная, как переводится, значит, через брюшной полости. Значит, первым этапом в этом методе сделается лапароскопия, и под визуальным контролем вводятся другие рабочие инструменты, определяется, где грыжевое, определяется, через какое отверстие или через какую ямку выходит грыжевое грыжи. В данном случае можем увидеть расширение внутреннего кольца пахового канала. Значит, по грыжевой вороте на 2 см выше сделается полулунный разрез паритальной брюшины. Вот в данном слайде открывается предбрюшинное пространство, туда же вставляется, оставляется имплантат, аллопротез, и аллопротез прикрепляется к кости, оси с кубиком и подвздошный кост с помощью герниостеплера. После фиксации аллопротеза в дальнейшем, значит, восстанавливается целостность паритальной брюшины, то есть ущивается с помощью нитью пролен или же гликриль. Следующая операция, значит, вид операции, это тотал-экстраперитониальная герниопластик, то есть полностью не брюшинное. Значит, для этого сделается маленький разрез подпочной области на 0,5 см, и лопароскоп вводится до паритальной брюшины, и туда же вводится газ, образуется флошадь для выполнения операций. Дальше под визуальным контролем устанавливаются рабочие инструменты по белой линии живота внизу на 2-3 см, по расстоянию на 2-3 см от первого точки доступа. И под контролем открывается внутреннее кольцо или же наружное кольцо пахового канала, и туда же оставляется аллопротез и фиксируется через, с помощью герниостеплера, мосискубикум или же подвздошный кост. И выходит, выпускается газ, дальше оставляются швы на проколе. Обе случаи имеются показания, обе случаи имеются преимущества и недостатки. Если трансабдоминальная герниопластика, можем сразу проводить ревизию органов брюшной полости или же можно выполнять симультанную операцию. Если, к примеру, если имеется жидко-каменная болезнь, можно будет сразу лапарскепить статистикамию, лапарскепить герниопластику. А при экстраперитональной, значит, повреждения, паритальные брюшины или же возможно инфицирование органов брюшной полости отсутствует в этом случае. И с этим преобладает. Но при предбрушенной, полностью предбрушенной, предбрушенном методе, невозможно будет сделать симультантные операции или же невозможно реализировать органы брюшной полости. Бедренная грыжа. Значит, в норме не существует бедренный канал. Если имеется бедренный канал, уже, значит, можем сказать, что имеется бедренная грыжа. Значит, в области, в бедренной области имеется два лакона, как мы знаем по анатомии лакономускулором и лаконовазором. Через вот этого лаконовазором, возможно, при некоторых предрасполагающих или же других факторах, где, когда повышается внутрешное давление, возможно, образуется паховый канал. Значит, пахового канала, если образуется паховый канал, имеется, значит, в паховом канале входное отверстие или же стенки, значит, передние стенки пахового канала содержит паховая связка, задную стенку, значит, лаконарная связка или же вот этих связок связывают жимбернатную связку. И с латериальной стороны имеется бедренная вена. Значит, бедренную грыжу надо будет дифференцировать от некоторых патологий, как лимфоденид в паховой области. В этом случае мы должны собрать анамнез. Если имеется воспалительный генез, то, возможно, больше лимфоденид и на ультразвуковой диагностике тоже можно будет дифференцировать от грыжи дифференцирования, а также, возможно, аневризма сосудов, бедренных сосудов. При этом нам помогает дубликсное сканирование. Значит, мы здесь показываем в виде традиционной пластики при бедренной грыже, руджи и полуокутбасин. Они отличаются по доступу, значит, имеется бедренный доступ, имеется паховый доступ. Руджи, если руджи по паховому доступу ликвидируются паховые каналы, а полуокутбасин это, значит, является бедренный доступ, ликвидация пахового канала. Значит, в этом случае хотим показать, что с одним индивидуальным методом можно будет полностью ликвидировать или же можно будет сделать профилактику, возможно, развитие дальнейшей бедренной и другие виды, то есть некоторые виды паховый грыж. И, значит, при расширении материальной, медиальной ямки и бедренной ямки можно ликвидировать путем оставления трансабдоминального метода герниопластики лапароскопические. Хирургическая анатомия передней брюшной стенки. Значит, в передней брюшной стенке имеется, если по середину, значит, имеется первая линия живота, которая является центральным в животе. В дальнейшем, значит, имеется два основное, это прямые мышцы живота и косые внутренние поддушные мышцы. Значит, до кубка прямые мышцы живота охватываются, значит, снизу или же через, если мы проводим, мы перейдем по паритальное брюшение, значит, паритальное брюшение снизу и апонироз внутренней косовой мышцы делится на два. Один слой снизу, один слой сверху или снаружи. И апонироз наружной косовой мышцы живота проходит по переднему или же по наружной и они прикрепляются по передней линии живота. И снизу пубка они все по неврозе проходят по переднему, передней стенке прямой мышцы живота. Только же остается фасция поперечной мышцы живота. Кровоснабжение снабжается кровью через эпигастральные артерии и дальше проходит, то есть уходит через эпигастральные вены. Ну, значит, здесь особое внимание, мы обращаем внимание, что имеется партаковальный анастомоз возле пубка, значит, эпигастральные, ну, между эпигастральные вены и пупочные вены образуется протоковальный анастомоз. Пупочная грыжа. Выхождение грыжевого выпячивания через пупочное кольцо. Бывают косые и прямые. Когда косая, когда грыжевое выпячивание, то есть содержимое через кольцо не выходит в жировую клетчатку, а в других мышечных структур, тогда называется косая пупочная грыжа. Если через пупочную кольцо выходит на поджировую клетчатку, тогда называется прямая. По размеру, значит, если до пяти сантиметров ворот грыжи является маленькой, если ворота пупочной грыжи от пяти до десяти сантиметров светлая, когда больше десяти сантиметров, тогда и называется большая пупочная грыжа. Традиционные способы и доступ к пупочной грыжи. Имеется метод Сапешко. Это, можем сказать, что как средняя лапаротомия, делается такой доступ. Больше у взрослых больных делается этот вид пластики. А также имеется мею. Это, значит, овальная, можно сказать, и над, и пупочная полулунная разрез. В этом случае полностью ликвидируется пупочное кольцо и пупка. Следующий вид – это лексеру. Значит, открывается полулунным разрезом пупочное кольцо. И здесь встречается только при ушивании, при ликвидации пахового кольца используются кисетные швы. Этот вид больше используется у больных молодого возраста. Грыжи белой линии живота. Значит, в структуре различных видов грыж перед мушной стенкой, встречающихся в операционной гастроэнтерологии, на долю дефекта белой линии живота приходится от 3 до 19% всех случаев. Грыжи белой линии живота чаще возникают у мужчин в возрасте 20-30 лет. И белой линии живота, то есть линия алба, образована, как мы сказали, плотно прилегающими друг к другу пучками пепрозных волокон апоневрозов прямых мышц живота. Ширина белой линии живота в норме равняется от 1 до 2,5 см. И ниже пупка она сужается до 0,2-0,3 см. И грыжи белой линии живота проявляется болезнью в любом месте по средней линии живота. Классификация различается по местонахождению, местовыхождению. Это эпикистральная или надпупочная грыжи, располагающаяся выше пупка. Это самые распространенные в грыжи белой линии живота. И околопупочная, значит, распространенная, что внутри пупочного кольца и подпупочная, находящаяся ниже пупка. Ге осталось прямых мышц живота? Это значит, расхождение внутренних краев этих мышц, то есть прямых мышц живота на расстоянии более 27 мм на уровне пупка или более 22 мм на уровне 3 см над пупком следствием ослабления или растяжения белой линии живота. Мы должны дифференцировать от грыжи белой линии живота. Значит, когда мы выдаем больному напряжение, если появляется, если выпухается, значит, по белой линии живота живот, надо будет сделать еще фалпацию. Когда имеется дефект в апонеброзе, то есть имеется грыжевое выпячивание при фалпации, грыжевое ворота при фалпации, тогда это называется белой линии живота. Если не имеется дефект по, значит, апонеброзу, тогда этот вид патологии называется диастазом, то есть расхождением только прямых мышц живота. Значит, классификация диастаза прямых мышц живота – это первая степень. Ширина диастаза от 2,2 до 5 см. Если ширина составляет от 5 до 8 см, это второй степень. Третья степень – когда диастаз более 8 см. Послеоперационная грыжа. Послеоперационная грыжа, по названию, значит, проявляющаяся или же наличие грыжевого выпячивания в послеоперационный период и в послеоперационной ранее или же в послеоперационной области живота. Делится 4 типа. Значит, по размеру малую послеоперационную грыжу, которая находится в какой-либо одной области живота и не изменяет его конфигурацию. Определяется только при фалпации или же при ультразвуковом исследовании. Размер грыжевого ворот до 5 см. Средние, которые занимают час одной области живота с образованием выдимого выпячивания и размером грыжевого ворот от 5 до 10 см. Большие, полностью занимающиеся какую-либо область переднебушной стенки, изменяя форму живота и размер грыжевого ворота, составляют от 10 до 15 см. Гигантские, занимающие 2-3 области живота и более резко деформирующие живот, вмещающие в повседневной жизни при размерах грыжевого ворот, в этом случае, составляют более 15 см. Имеются новые классификации по вентральной грыже, которые появляются в Мадриде в 2017 году в Конгрессе о Европейских обществах гернеологов. Называется по-другому классификации SVR. S – это значит локализация. S значит делится на 2 типы. M, L. M – средние грыжи, M1 – надпупочные, M2 – околопупочные, M3 – подпупочные и M4 – надлобковые. Следующие боковые грыжи. L, L1 – подреберные, L2 – поперечные, L3 – подвздошные, L4 – поясничные, а также имеются четвертые – ML. Значит по ширину грыжевых ворот W. W1 – грыжевая ворота меньше 5 см. W2 – от 5 до 10 см грыжевых ворот. W3 – от 5 до 15 см. А также при более 15 см грыжевых ворот, значит называется W4. По рецидиву R1 – данная грыжа первая, R0, извиняюсь, данная грыжа первая, то есть пока не было рецидива, не было рецидива. R1 – первый рецидив или же первичный рецидив, R2 – второй рецидив, R3 – третий рецидив и так далее. Пример S, M1, L2, W2, R1. По локализации, значит, надпупочные, поперечная грыжа, грыжевая ворота от 5 до 10 см и первичный рецидив. Пластики нейтральных грыж. Значит, по традиционному или же по натяжному методу имеется многие виды по ученому пластики грыж. Вознесенский, значит, открывает, для того, чтобы объяснить вам, сделать лапаротомию, открывает грыжевую вороту и после ликвидации грыжи сделаете пластики. Для этого, значит, сделаются первые угловые, угловые, оставляются угловые швы по паневрозе, по белой линии жбота или же по дефекту. И после рассечения лишней паневрозе, следующий, значит, этап ушивания паневроза, как сделается, как дубликатура. Имеется метод шампионера, экстраперитониальный или же неосложненный грыж белой линии жбота или же диастазии. Не открывается брусной путь. Сделается, так же, как и в Вознесенске, два, значит, ряд узловых швей, или же два, через дубликатуру апаневроза. Следующий вид пластики при вентральной грыжи – это аллопластики, использование сетчатого имплантата. Имеется три вида аллопластики – онлей, саблей или же инлей. Онлей, как переводится на, над, это значит, оставляют аллопротез над апаневрозом. После ушивания апаневроза оставляется аллопротез, то есть ушивается над апаневрозом. Следующий, саблей, это значит под, значит, оставляется под апаневроза или же под мышечно-апаневротической структурой. Значит, этот метод является самым лучшим при первичной грыжи, потому что после ушивания паритальной листью грыжи оставляется аллопротез и далее ушивается передней грыжной стене. При рецидиве или же при дефекте послеоперационной грыжи во многих случаях невозможно будет разделить или выделить паритальные листью грыжной. Почему? Потому что они разрастают или же прикрепляются к предлежащим органам. В этот случай используются онлэй-методики. Имеются инлей-методики. Когда используются инлей-методики? Инлей-методики, когда имеется большой дефект, когда невозможно привести к краям апаневроза из-за большого дефекта, из-за множества операций или рецидивов в этой области. И в этот момент, значит, на месте апаневроза используется аллопротез. И этот метод берет название как инлей. Имеются лапароскопические методы при нейтральной грыжи. При бочной, при белой линии животной, при диастазе. В некоторых случаях послеоперационной грыжи используется методика АйПОМ. Лапароскопический герниопласт. АйПОМ, как и значит, расшифруется, интероперитониальный онлэй-меш. Через бушной полости оставляется аллопротеза, по, значит, не выделяя паритальные брушины. Вот же тут возникают вопросы. Возможно повредить аллопротез органам пушной полости. В данный момент имеется лекарственное покрытие или же двухслойной аллопротезы. Как вы видите на этом слайде, написано висцерал сайд, то есть внутренняя сторона. Она способствует как поверхность паритальной брушины, то есть не повреждает органов пушной полости и является самым оптимальным способом в современной лапароскопической хирургии или лапароскопической герниопластики. Значит, эти лапароскопические операции можно выполнять через роботохирургию. Где, в каких клиниках имеется аппарат Добинча, как роботохирург, можно будет легче выполнять лапароскопическую операцию через вот этот имеющихся, имеющих эндоскопических рабочих инструментов или окончания. Осложнение гриж. Значит, или вида осложнений имеется в гриже? Невправимость, копростаз, ушимление и воспаление. Осложнение встречается у 10 и 15% гриженосителей. Самым часто встречаемым осложнением является эластическое ушимление. Что такое эластическое ушимление? Это при резкой повышении внутребрушной давления, выхождении через ворот грижей органов брюшной полости в подкозже-жировой клетчатке и невозможно за счет резкого, за счет отрицательного давления, невозможное выхождение обратным током в брюшную полость этих органов, уходящих органов. И здесь же, значит, резко ушимляется грижевая ворота. Здесь же происходит резкое эластическое ушимление. А также имеется каловое ушимление. Как в рисунку видите, приводящая часть, если в грижевое содержимое имеется кишечник, значит, приводящая часть сжимает отводящий часть за счет закупорки или же за счет каменные, то есть каловые камни образуются, значит, каловые ушимления. Самым опасным является ретроградное ушимление. По-другому называется W-образная грижа, W-образное ушимление. В этом случае, значит, имеется большой объем повреждения грижевого содержимого. Следующие виды, рихтеровские ушимления, или же пристенечные. Значит, если имеется в грижевом мешке содержимое кишечник, значит, одно или переднее стенки кишечника ушимляется, а другой или же просвет кишечник в этот момент открытся. Поэтому клинические проявления очень слабы. Невозможно определить в этом случае, что не дает блок кишечном тракте. Если обычно при ушимлении появляется признак кишечника непроходимости, в этом случае никаких непроходимости не можем определить. Поэтому является самым опасным рихтерским ушимлением. Значит, клинику ушимленной грижи. Значит, в первую очередь это анамнез. Самые больные рассказывают, что у них имеется последние, к примеру, 5-10 лет грижевые грижи. И оно после какой-нибудь физической нагрузки резко не стал вправляться в брюшную полость. Значит, внезапное начало, боль в области грижи, не в правом и с рами в правом и грижи, резкая болезнь с уплотнением напряжения грижевого выпячивания, а также отрицательный симптом кишечного отачка. Этапы операции ущемленной при ущемленной грижи. Это значит, как по стандарту пословление рассечения тканей до апоневрозы и обнажение грижевого мешка. Значит, вскрытый грижевого мешка, удаление грижевых вод, удержание ущемленного органа. Почему? Потому что мы пока не знаем, какой состояние ущемленного органа. Может быть, это нижнеспособный орган. Следующее, рассечение ущемляющего конца, определение жизнеспособности ущемленных органов, резекция нежизнеспособности органов и пластика. Пробы для определения жизнеспособности кишечника. Значит, навокаиновая проба. Будем вкалывать навокаинового раствора в брыжейки кишечника. И механическое будем действовать в кишечник прям. И можно будет горячий компресс сделать. Все это процедура направляется к расширению сосудов брыжейки и больше увеличит кровообращение. И какие признаки нежизнеспособности органа грыжевого содержимого. Это значит отсутствие перестатки в кишечнике. Отсутствие пульсации на сосудах брыжейки. И свет синюшно-черного кишечника. И отсутствие блеска брюшины. Значит, какие этапы. Как мы ранее сказали, что выделяем грыжевого мешка, вскрываем и держим органа и рассекаем ущемляющие кольцо и обращаем на жизнеспособность органа грыжевого мешка. В данном случае не жизнеспособным и мы проводим резекцию до здорового текана содержимого. Значит, самостоятельно или насильственное насильственное вправление ущемленной грыжи нельзя. Невозможно судить о состоянии ущемленных органов при вправлении ущемленного органа. Возможно вправление вместе с ущемляющим кольцом и возможность повреждения ущемленного органа. такие может быть осложнение если мы на системе будем вправлять грижу отрыв грижевой формы если имеется не жизнеспособный орган или же некроз дефект кишечники когда мы вправляем мы значит даем условия для размножения инфекций или же появление образования киритонита следующий вид осложнение это воспаление грыжи источники может быть изнутри или снаружи изнутри ущемление кишка острый аппендицин при содержании грыжевого мышка червообразной отростки когда имеется не вертикула миккеля или воспаляется вертекула миккеля при наличием содержимого вертикуля миккеля буршнотифозные язвы перфорации тонких наружи воспалительные процессы на коже ближайшем подкожные жировой клетчатки или кожи для имеется гной и воспаление возле грыжевого печени возможно будет вызывает воспаление грыжи порождение кожи матерации садми и педедимит архит лифадин возможно дает воспаление паховые грыжи или бедренные грыжи следующий вид осложнение это не вправе мысль осложнение грыж связано с образованием спаек между грыжевым мышком и грыжевым содержимым вследствие их травматизации или же асептического воспаления либо при длительном значении грыженосительства вот на данном слайде вы увидите после операционной не вправимые грыжи и в данном слайде также кроме не вправыми грыжи имеется от мысли живот данный случай нам приходится сделать пересечения и обдомина ласки следующий вид грежи это копростаз то есть застой каловых масс толстой после кишки кишки развитию попростаза способствует не вправимость грыжи малоподвижный образ жизни и обильная еда капростаз чаще бывает у тучных больных старческого возраста у мужчин при паховых грыжах и у женщин при паховых грыжах по статическому данным лечение попростаза необходимо добываться освобождение толстой кишки от содержимого при вправимых грыжах следует стараться удерживать грижу в правильном состоянии применять малеклизмы с гипертоническим раствором или глицерином в данный случай значит нельзя применять слабительные противопоказанные когда мы принимаем слабительные вызывает сильные боли в области ущемленной грижи или же я имеется копростаз то и за счет значит повышение перестать усиление перестать значит основным это значит профилактика осложнения грижи это значит хирургическое лечение всех больных грижевыми грижами живота плановым всем больным у кого имеется грижи мы должны рекомендовать плановое оперативное лечение отдельно хотели остановить остановиться в индивидуальной технологии современной хирургии день за днем больше принимается эта методика значит лабароскопический гриопласт является операцией выбора в лечение осложненных паховых бедр неосложненных паховых бедр неосложненных паховых бедр не которые обладают малой травматичностью низкой частоты после операционные осложнения и рецидива также сопровождаются короткими сроками лечения и реабилитации больных это позволяет случае необходимо увеличить объем симметанного вмешательства как мы ранее сказали при трансабдоминальном методе и не ухудшая результаты лечения высокая информативность метода видеолабароскопии в последнее время используется она при ущемленных грижах которые являются залогом профилактики интро и после операционных осложнений проведение следом показывает высокую клиническую эффективность использование мини-инвазивной технологии в хирургической коррекции почных гриж и деференцированный подход к выбору метод лечения позволит добыться сокращение раневых осложнений уменьшение длительности сацина дома и амбулаторного периода лечения больных и ранее реабилитации пациентов значит хотели как в нюху сказал одно высказывание ученого хотели оставляться значит последняя глава в истории об анатомии и оперативном лечении гриж еще не написано то есть вход имеется множество способы герниопластики в данное время и в дальнейшем разрабатывается идет значит научные исследования над этой области патологии значит обязанность врача общей практикой проведение санитарно-просветительные работы по воспитанию населения пропаганде здорового образа жизни и предупреждению развития заболеваний осуществление профилактической работы направленной на выявление ранах и скрытых форм заболевания и факторов диска осуществление динамического наблюдения за состоянием здоровья пациентов с проведением необходимого обследования и озарования оказание срочной помощи при неотложенных и острых состояниях современная консультация и госпитализация больных в установленном порядке проведение лечебных и реабилитационных мероприятий в объеме соответствующим требованиям квалификационной характеристики проведение экспертизы времени нетрудоспособности пациентов в соответствии с инструкцией о порядке удачи больных местов и направления на феер организация медико-социальной и бытовой помощи совместно с органами социальной защиты и службами миросердия одиноков, престарелем, инвалидам и хроническим больным основной обязанностью является оказание первичной медико-социальной помощи населению в соответствии с требованиями квалификационных характеристик и полученным сертификатом спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо 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 спасибо